Качество жизни, оно бывает разное. То живешь круто и тебя так заколбасит, что сумму онную в эквиваленте нового кукурузера ты выложишь за свое существование. А может быть и в разы больше, господа. Ну да ладно, когда тебя все знают, а если нет? А если ты только появился на свет и на тебе? Тогда включаются родители и помощь. Кстати, помощь не только от близких и тех людей, которые понимают, что тебе она нужна, но и помощь всего мира, ибо с 2010 года весь мир стремится контролировать рак. В большей степени мы уже знаем его суть. Теперь осталось докопаться и будем надеяться, в 2020 году рак будет побежден. То есть это будет хроническое заболевание с возможностью лечения. Дай-то Бог! Но почему здесь собрались дети? Да, по сути, в России в большей степени умеют лечить детский рак. Это очень хорошо. Организм можно заставить работать на полную, и это делается. Вот вопрос цены. И тогда и мама, и папа, и все присутствующие здесь. Но так надо. Наша жизнь, и это наша борьба за наших детей. А затем они уже покажут, что и в мелком возрасте можно работать в спорте. А почему бы и нет? Я очень, мне, конечно, тяжело говорить. Я не могу это... Ну, переполнение чувств, наверное. Я мать такая же, как и ваша мама. Слава Богу, мои дети живы, здоровы. Я очень, очень рада, что вы победили. Вы победили смерть. Вы победили эту болезнь, которую взрослые, не все могут победить. Ребят, вам такой респект. Вы такие молодцы. И я надеюсь, что спорт вам даст толчок к жизни. И вы покажете не только нашему городу, не только России, всему миру. Мы за своей стороны, вот я лично гарантирую вам, я обещаю, по максимуму я разошью по всему интернету, в ютюбе, хоть где. Я в лепешку расшибусь, но я покажу, что это возможно победить. Чулпан Хаматова молодец, она в Москве. Там у них много денег. Посмотрите, сколько у нас здесь сейчас присутствует. Но мне стыдно. Мне стыдно за тех людей, за наших монетогорцев. Они вроде добрые люди. Но почему-то они нашли причину не прийти сюда. Ребят, мы просто покажем, вот по этому телевидению. Единственный, кто пришел. Обращались девочки наши, вот, ну, все волонтеры. У нас много было проблем. Мы их решали, потому что мы знали, что праздник вам будет. Он реально будет. Добрый Магнитогорск вам сделал сюрприз. У вас будет много подарков разных, по разным важным увлечениям. Девочки, мальчики, вы верите главное. И вы покажите всему миру, что мы преодолеем. Но мы должны быть вместе. В нас должны верить. Конечно, это хорошо, что мы любим наших чад. Мы готовы им отдать все, что угодно. А лучше это делать вместе. Да не везде и не во всех странах это дешево. Но мы вспомним про коммунизм. В коммунизме здоровье нации на первом месте. Коммунизм для вас это Китай и Куба. На Кубе отдыхали после радиации все чернобыльские дети, дети Киева и Белоруссии. Так что, если что, то делайте выводы сами. Где цена в разы меньше. В несколько раз. А то и на порядок. И тогда мы поймем, насколько это круто. Когда можно спокойно отдохнуть. Но не дешево, естественно. Но это делать надо. И приехать с детем, реально пышущим жизнью. Настолько хорошо пышущим, что оно рано или поздно покажет, каким человеком оно стало благодаря вашим стараниям. Так же, как эти ребята, победившие РАК вместе с папами, мамами и настоящими друзьями.